Всем доброе утро! Я сейчас иду по нашему паркингу. Он огромный, проходит вдоль всего дома. И я, когда по нему хожу, мне кажется, что сейчас обязательно вылезет откуда-нибудь маньяк, как в фильмах ужаса. Сегодня в Алматы прекрасная погода, солнышко, и я собралась в спортзал. Наконец-то! Кто-то кинул в соседнюю машину, в лобовое стекло, помидор, что ли. Сейчас покажу вам. И вот он прямо расквасился. Какие коварные у нас люди, кошмар. Надо быстро убрать свою машину, чтобы меня что-нибудь не кинули. Так вот, сейчас я еду в спортзал. Я говорила вам в предыдущем влоге, что я хочу купить абонемент в спортзал. Я буду ходить в фитпарк. В общем, перед тем, как ходить в спортзал, нужно пройти в начале медопоследования. На самом деле, у меня еще формы нет спортивной. Я пока в поисках. Я зашла в Найк. Там комплект стоит почти 300 баксов. Без кроссовок. Это только штанишки, кофточка, носочки. Все. Это какой-то бред. Не дадут мне записать видео. Постоянно меня сбивает кто-то. Сейчас девушка спросила, не выезжаю ли я. Я сказала, не выезжаю. Хотя на самом деле я выезжаю. Ну, просто я хочу снять видео и поехать уже спокойно. По утрам перед тренировкой я не ем. Я занимаюсь спортом на голодный желудок. Пью только воду. Много-много-много воды я пью. И после тренировки я где-то полтора часа тоже ничего не ем, только пью. И это помогает мне похудеть, сжечь жир. Пока доеду домой, пока там туда-сюда, как раз приеду позавтраку. И еще сегодня мне доставили столик под зеркало. Я буду его собирать сейчас попозже. И покажу вам его. В общем, приедем домой. Продолжение следует... Я очень устала, и я даже не выполнила половину теста. В общем, я его провалила с грохотом. И мне дали белый браслет. Теперь я лох. Белый браслет означает, что я бигинер, блин. Начинающий. И если честно, я теперь не знаю, буду ли я ходить на кроссфит. Потому что я сейчас посмотрела, как они там занимаются. Но это мега интенсивная тренировка, я не знаю, для супер выносливых людей. Я вообще не выносливая. Я слабачка. Для меня, мне кажется, самый подходящий вид спорта – это йога. Йога – это спорт, ребят? По-моему, спорт. На самом деле, мне очень понравилось тестирование, ну, медицинское тестирование. У них такие классные весы. Они определяют, сколько во мне жира, сколько во мне воды. Смотрите, мой вес – 60 кг. Это при росте 1,80 м. Процентная масса жира – 22%. Эти весы показали, что я должна весить в идеале 71 кг. А я весу 60, а у меня типа не добор, прикиньте, да? Я говорю, если бы у меня был добор на 10 кг больше, я бы была бы, знаете, какая пухлячка. Вот честное слово. В общем, сейчас я вам покажу свой первый завтрак. Он может показаться довольно-таки странным. Потому что у меня здесь два сваренных яйца. Яйца вкрутую. И гриб-шампиньон сырой, просто порезанный. На яйцо сверху я налила обочное оливковое масло с экстрактом черного трюфеля. Оно очень ароматное. Я его просто обожаю. Это мой фаворит, наверное, последний месяц. Потому что я его добавляю повсюду. И в салат, там, везде. И сверху я присыпала пармезаном с сыром. Но мне не нравится этот сыр. Потому что, мне кажется, здесь, в общем, не чистый пармезан. Они с чем-то его здесь перемешивают. В общем, бухлюют. Потому что вкус вообще не такой. Советую купить на настоящий кусок пармезана. И просто его натирать каждый раз. Потому что аромат отличает. И зеленый чай, но я его передержала. Поэтому он стал такой темный. А где-то через час я буду еще кушать. Потому что мне этого, в принципе, недостаточно. Буду кушать что-нибудь такое более калорийное. Там, углеводное. Там, какую-нибудь кашку. Посмотрите, какой классный у меня стол. Как долго я его ждала. Я заказывала его в Айкее, Казахстану. Ссылку на этот стол я оставлю под видео. Кому интересно, может, вы тоже хотите такой стол приобрести себе. В столе есть выдвижная полка. Стол собрала я сама за минут 30. Мне нужна была только отвертка. Он очень легкий. И сверху на столе стеклянная крышка. Она защищает, в общем, наверное, стол, чтобы он не царапался. И на нем не оставались пятна. Мне это тоже очень нравится. Всем доброе утро, ребята. Вы ни за что не поверите, куда я сейчас направляюсь. Я и сама до конца не верю своему счастью. Меня пригласили на телевидение на утреннее шоу. Я, короче, в шоке. Мне буквально позавчера девочка написала, телеведущая. Тоже Женя ее зовут. Типа, не хотите ли вы принять участие? Я, конечно, хочу. Знаете, в чем самый прикол? То, что я ужасно боюсь. Я ужасно боюсь камер. Теряюсь. Я неправильно начинаю произносить слова. В общем, я не знаю, как я сейчас там себя поведу. Врезать они ничего не будут. Будет а-ля прямой эфир. Я сделала сама себе макияж яркий. И прическу такую. Ну, как обычно, локоны. Блин, бриспроигрышный мой вариант. Вот. Погода хорошая. Очень-очень мне страшно. Я не знаю. Вот честно. Мне кажется, я так жестко буду тупить. Но я постараюсь сейчас как-нибудь проговорить какие-нибудь скороговорки, чтобы хотя бы язык не запинался. И постараюсь там для вас что-нибудь снять. Вот я и приехала на студию. Сейчас познакомлю вас с очень классными телеведущими Евгением и Сергеем. Эй! Привет! Подписывайтесь на Евгению Евгеньевне. Смотрите самый популярный ролик в Ютубе! Когда мне сказали, ну все, Евгения, будем прощаться, теперь скажите в камеру ваши напутственные слова зрителям и прощание. И, в общем, меня замкнуло. Я не знала, что мне сказать. Я, как знаете, баран на новые ворота. Начала смотреть на эту камеру и чисто, знаете, механически произнесла фразу, которую стабильно я произношу в каждом видео. Типа, всем пока-пока с вами положение. Окей. Позорище какое. Ну, а на самом деле, вот съемка мне очень понравилась, потому что все происходило в такой непринужденной обстановке. Вот, и ребята, на самом деле, такие позитивные, простые. Мне всегда казалось, что телеведущие — это мегазвезды. Вот, честно, мегазвезды. А теперь телеведущие думают, что мои ютуберы — это мегазвезды. На самом деле, так смешно. Потому что я себя такой не считаю. И, конечно же, очень приятно, что в последнее время, как бы, Казахстан все чаще приглашает меня на какие-нибудь передачи, какие-то проекты. Потому что, еще раз повторю, раньше Россия меня звала, звала. Казахстан молчал, молчал. Я не могла понять, почему? Ну, я ведь из Казахстана, я ведь из Алматы. Почему вы меня никуда не приглашаете? Почему только Россия? Ну, если честно, вот эта слава, так сказать, да, забирает у меня очень много личного времени. Потому что мне, конечно, хочется посетить все эти мероприятия, на которые меня зовут, да. Но если я буду их посещать, тогда у меня вообще не останется времени на какие-то личные вещи. Если все будет продолжаться в том же рейтме, то у меня будет очень мало времени на то, чтобы снять видео для вас, какие-то бьюти-видео. Потому что я целый день в разъездах, а вечером у меня нет возможности снимать. Потому что я снимаю дневного света от окна. В основном у меня нет суббоксов. Вот. В общем, ребят, простите, если вы ждете какие-то бьюти-видео. Я до сих пор их не стрела. Скажу вам честно, что моя мечта с детства сбылась. Я попала на телевидение. И если бы мне сейчас предложили работать телеведущей, если бы меня поставили перед выбором бросить канал свой или работать телеведущей, я бы никогда не бросила свой канал. Потому что это реально часть моей жизни. И общение с вами я ни на что не променяю. Купила своей доченьке в Lady Collection вот такие брелки. Блин, такие классные брелки, как куколки. Ну, это настоящие куколки. Моднячие. Вот одна, вот вторая девчонка. Две подружки. Будет играться. Можно повесить на сумку, на ключи. Вот. Вообще-то там столько всего прикольного для деток. А за колочки я прям не могла устоять. По себе я взяла вот такое колье. Очень оно мне понравилось. Ну, прям мега стильное на магните. И такой же браслет вот к нему. Вообще клевенький. Посмотрите, как круто смотрится. Только не знаю пока, под что надеть его. Буду думать. Еще у меня нет ни одного ободка. И там я увидела такой ободок клево-серебряный. Со стразами. Плетение, в общем, такое серебряное. Якобы косичка. Смотрится тоже очень клевенько. Всем привет. У меня сегодня заключительный день съемок. В плане влога. Вошло у меня как-то в привычку снимать недельные влоги. Конечно, не совсем каждый день получается снимать. Но вот самые интересные дни я снимаю. Сегодня еду в кафе Marona Rosa. Там будет презентация Education First. Кто не знает, Education First это языковые курсы. Они организуют поездки в Америку, в Англию. Они сегодня устраивают якобы день открытых дверей в кафе Marona Rosa. Я хочу туда поехать. Посмотреть, что они могут предложить вообще. У нас в планах с мужем поехать за границу на обучение английскому языку. На самом деле нам лень дома учить английский. Нужно, чтобы вокруг хотя бы были носители языка. Ну, чтобы с ними общаться. Потому что, да, я поучусь сейчас английский. Но я выйду на улицу. И здесь все говорят по-русски. И я, в общем, забываю английский. Мне нужно, чтобы постоянно вокруг меня был английский язык. И тогда я его вспоминаю. Опять начинаю учение. Так, нас интересует Лос-Анджелес. Она мне дала вот такую брошюру. У них очень много городов здесь, куда можно поехать учить английский. Но, конечно же, нам хочется в Лос-Анджелес. Потому что там Голливуд. Потому что там тепло. Короче, мы туда давно хотели поехать. И вот по цене, если на месяц ехать, примерно 4 тысячи долларов будет стоить обучение без проживания. Но с билетом туда и обратно. А если еще плюс с проживанием, то около 5 тысяч. Но питание там не входит. Вот, не знаю. Ну, конечно, 5 тысяч долларов. Это огромная цифра. Просто огромная. И не знаю, стоит ли нам туда ехать. Но зато откроют визу на 5 лет. В Америку можно туда-обратно ездить. Раз уж наша мечта посетить Америку, поехать туда, то, я думаю, не нужно отказываться. Посмотрим. Ну, очень дорого. О, стою в пробке уже, наверное, минут 30. Я в шоке. У нас, конечно же, не Москва. Но пробки такие же дурацкие. Сегодня днем погода была нормальная. Было очень тепло. Я ходила даже без куртки. Вот в этом своем наряде. Посмотрите, это у нас Мэдео. Короче, это платье какого-то дизайнера. Казахстанского. Мы трону везем. Ну, все, ребята, я приехала домой. Смыла себе всю косметику. Теперь я no make up. Как это модно сейчас в Инстаграме. No make up. Вот, сейчас буду готовиться к сну. И завтра буду редактировать этот влог. Надеюсь, вам нравятся мои влоги. Если да, то обязательно ставьте лайки. И тогда я буду снимать их для вас. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»